Я и Арбим Мурадов. У меня, кстати, нет ни одной фотографии с Арбим Мурадовым. До скорых дней вам не будет. Как часто бываешь в Москве вообще? Давно не было в Москве. Почти полгода прошло. Бывает ситуация, бывает время. Стараюсь приезжать сюда. Знакомимся в зал. А если в зал заезжаешь в Калибр? В Калии Магомедову заезжаю, да. Фактически всегда Калии, да. Слишком занят, да, сейчас в Чечне? Своим залом? Да не, не так слишком занят. Я стараюсь максимально себя разгружать. Сделегируешь в воду? Да, да, да. Даю им, короче. А так, когда я всегда тренируюсь, я всегда тоже время управляю. А так, когда приезжаю в Москву, стараюсь максимально в зал не заходить, потому что там много тренируюсь. И из-за этого приходится отдохнуть, когда приезжаю, стараюсь отдыхать. Вот, кстати, вопрос, да. Я вот точно знаю, что ты классный тренер, очень уважаемый тренер и, собственно, прекрасный методист. Вопрос, и групп у тебя, по-моему, там полно, и в каждой группе народа там под 50 человек, правильно? А сейчас ты сказал такую мысль, что ты тренируешься для себя еще находишь время. Это прямо в группе происходит, или у тебя есть какая-то своя тренировка, и сколько ты на это время тратишь? С этими пацанами я тренируюсь практически. Тренируюсь, больше я борюсь с ними. Так, отрабатываю, так и так дрилы делаю иногда, а так больше борюсь я. Как часто ты тренируешься? Прям каждый день? Каждый день, можно сказать, каждый день. Ну, недели 5 тренировок бывает, да. Значит ли это, что ты каждый день готов выйти на соревновательный тотал? Конечно, конечно. В форме, всегда в форме? Всегда в форме. Стараюсь быть всегда в форме. Расскажем для наших подписчиков синих и белых поясов, да, как выглядит тренировка черного пояса? Ну, если черный, не то, что черный пояс, коричневый, фурпурный пояс, мне кажется, уже надо, если он выступает на соревнованиях, если он ставит цели для себя, он должен тренироваться очень упорно. Много тренировок я делаю на дрилы, я люблю короткие дрилы, скоростные приемы. Вот, неделю, например, три раза сделаю по дриле, потом уже стараюсь там один день или два дня делать, там, разбираем приемы, например. А так, позиционная борьба, это самая важная борьба, я считаю, каждый день мы боремся позиционной борьбы, потом уже боремся. Позиционная борьба, он учит тебя практически все твои минусовые такие дырки, он закрывает, потому что мы боремся, все стараются пройти охрану, кто-то старается защитой охраны, а тут бывает так, тренируется несколько лет защитой атаки, проходит кто-то твою охрану, и ты становишься, тебе уже бывает, паники бывают, потому что ты не знаешь, когда ты тренируешь спину, там, сайт-контрол, там, другие приемы, уже ты бываешь. Прямо отдельными сегментами, да, отдельными сегментами? Да, 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 там по полторы минуты каждый позиционный прием, и каждый день по полчаса, у нас система такая. Но сейчас ты описал тренировку своих учеников, как ты проводишь, а вот как тренируется черный пояс? Он точно так же разминается, потом дрилит, потом отрабатывает технику, потом борется? Ну, разминку, я не люблю делать разминку, это не знаю почему, может, у меня с первого зала, когда мы занимались в Бельгии, у нас практически наш тренер не разминался, может, из-за этого. И сразу так легкие схватку делают, там, с белыми, ну, белыми редко бывают, они такие агрессивные. Да, просто как белый пояс, допустим, без ростов. Потому что с белым поясом труднее бороться, чем с черными, я тебе скажу, потому что он себя локтем может дать, там, паника бывает. Ну, с линием пурпурным, там, разминаюсь, там, легкую схватку делаю и начинаем бороться. Ну, тренировка как черных поясов, больше позиционная борьба, мне кажется. Ну, позиционная борьба, что там, дрилы, физуха, не знаю, занимаешься ли там в этой серии? Да, 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 да. Ну, я физику не делал, хотя надо его делать, потому что не манирую я на это. А так физику надо делать. А вообще у тебя в зале есть там какая-то зона для качалок, там, где ребята что-то? Турник, Куси, там, есть, да, ну, есть там уголочек маленький, там, но я не занимаюсь этим. Недавно на нашем проекте «Боржескол онлайн» были вопросы на тему, типа, ну, подписчики там иногда пожелания оставляют. Когда вы запишете видеокурс с Арби Мурадовым? У меня такой вопрос. Арби, когда мы запишем видеокурс с Арби Мурадовым? Когда я буду здесь, и будет какой-нибудь, выберем, запишем. Спешил, говорю, короче. А какую бы тему, вот если бы ты раскрывал какую-то тему, какая бы это была тема? Вот твоя любимая, вот твоя коронка, что называется? Нет, такой особой коронок у меня нет, но я люблю бороться. Именно раньше, когда еще помоложе был, ну, сейчас тоже, не знаю, имеется в виду. Раньше я больше на субмишем боролся, сейчас я уже люблю бороться чисто по балу, на балы бороться. Халавгард люблю очень сильно, так сказать. Халавгард снизу играть? Да, снизу, да. Халавгард там. Недавно видели твои, ну, там, какие-то единичные ролики на тему 50-50. 50-50. Тоже интересная история. Прям так интересная. Это твои наработки были? Да, да, да. Мне нравится всегда, вот, каждый большой, все мы знаем, каждый его по чуточку добавляет туда свое. Это прием, кто-то его уже сделал, конечно. Я добавляю свою часть, ты свою, и так она же растет. Да, 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 да. Собственно, сказать, это твой прием, такого тоже бывает. Ну, ты добавляешь свое что-то, и она автоматически становится твоим приемом, который ты его делаешь хорошо. Да, собственно, так же все уже. Так, как, такого разницы нет, я люблю, но все работает. Бэкмаунт, защита от бэкмаунта, 50-50. И именно такие трудные приемы, которые попадаются часто в борьбе, я стараюсь их отрабатывать. Все слышали, все были свидетелем, вот все вы там, 27 тысяч человек подписчиков, все свидетели, да? Как только Арби Мурадов заедет в Москву, мы обязательно с ним запишем прикольные видеокурсы. И да, поверьте, это будет стопудово классный материал. Да? Да, конечно, да. Хорошо, Арби. И давай, напоследок, просто коротко. Самый главный совет, который ты бы дал, и он бы действовал одинаково, как для белых, так и для всех остальных поясов, от белого до черного. Вот один ключевой совет в бразильском бюджетском. Один, который для всех поясов это не поработает. Ну, это самое главное. Посещать тренировки, некоторые бывают результаты, некоторые трудно бывают. Главное, когда ты посещаешь тренировки, занимаешься этой продавкой. Цель, ты достигаешь его. Мне кто-то в год, кто-то быстрее. Главное, посещать тренировки, мне кажется. Просто посещать тренировки? Очень много думать. Ночью бывает, что ты сидишь, где-то кушаешь, спишь. Со мной такое бывало, когда белый, синий, паркурный в поясах. Я всегда думал, вот он мне сделал какой-то болевой. Я в своей голове разбирал, как он мне сделал его, что мне там сделать. Если у меня больше идей не было, я спрашивал у тренера, вот мне идея закончилась, подскажи что-нибудь. Он подсказывал. С другой стороны спрашивал, посещать тренировки, форму тренироваться. Дисциплина бьет баллон. Дисциплину, конечно, это самое важное. Окей, спасибо, Арби. Спасибо тебе, друзья.